АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Когда отсчитали французу нокдаун Сейчас мы этот фрагмент увидим Что можно сказать по поводу начала поединка самого? Первый раунд Первый раунд, в общем-то, Жан-Марк Мармек Начал удачно выходить на среднюю дистанцию Однако он настолько плотно закрывал свой подбородок И голову в целом Что ни одного удара в его восполнение Насколько я помню, первый раунд мы не увидели С одной стороны, это казалось, что ну вот-вот Он это готовит, он хочет удивить Он хочет быть, скажем так, очень непредсказуемым То есть, чтобы его не могли просчитать А с другой стороны, все другие раунды Все последующие раунды подтвердили тот факт Что Мармека больше беспокоит его защита Чем какие-либо активные боевые действия Ну вот давайте посмотрим момент с нокдауном Который был у нас в втором раунде И прокомментируем этот эпизод Ну, Владимир наносит классическую двойку Которая проходит У него очень сильная двойка И шансов остаться на ногах в данном случае практически не было И блок абсолютно тот блок, за которым постоянно по ходу всех прошедших четырех раундов Прятался Мармек Он абсолютно не спасал француза от падения на настил ринга Первое падение было во втором раунде Вот отчитывает рефери нокдаун Хотя там, может быть, он не пропустил очень сильный удар Но подумал, что небольшого отрезка времени ему нужно для восстановления Поэтому, возможно, где-то он и сам опустился на колено Чтобы восстановиться от такого пропущенного удара Ну вот после нокдауна была еще фактически минута в распоряжении Владимира И все-таки Мармек выставил до конца Хотя, наверное, многие подумали, что бой будет окончен раньше, чем даже четвертый раунд, да? Ну вот сейчас на этих эпизодах мы не видим Но, насколько я помню по памяти Мармек начал просто быстро входить в ближнюю дистанцию И просто связывать руки Владимиру Не давая ему на этой дистанции развить какие-то свои успешные действия То есть он действовал так, как любой боксер, находящийся в неудобной ситуации Понимающий, что тебя сейчас хотят нокаутировать Боксера начинает клинчевать, вязать руки Делать все, что угодно для того, чтобы этого не допустить Занимался выживанием Ну, сегодня, Володя, до речи, был сегодня Вин нагадывал какого-то такого, знаете, снигозбиральна машина такая В пару разів мы так видели, что он как-либо забирал этот сниг Он бы сейчас его отштовхвал своего соперника И отчувалось великое желание у него Сегодня у него было колоссальное желание И то, что мы говорили, что в первом раунде будет Кличков видевляться, что соперниками будет То, в принципе, этого не было Не было, абсолютно Никакой особенной разведки боя тут не было, действительно Александр, вы очень задумчивы в эти секунды Действия Мормека не абсолютно логичные Он спасается, спасается любимыми способами Но Владимир настолько хорош, что ничего его не спасло Даже глухая защита Давайте посмотрим В третьем раунде была показательная ситуация Там Мормек нахватал джебов от Владимира И, в принципе, все удары проходили через блок И даже вот пытался он увиливать от чемпиона Но у него это не получалось Ну вот у меня буквально вот по тем записям, которые я делаю после каждого раунда Вот в конце третьего раунда мы увидели, как Жан-Марк Мормека наконец-то выбросил Такой свой длинный боковой удар Но этот удар был просто по воздуху Он не пришелся по цели И это, наверное, за весь бой, может быть, я не ошибаюсь, вы меня исправите Он выбросил не больше 4-5 ударов А вот был еще один интересный момент, когда они вдвоем упали на стил ринга Вот что там произошло, непонятно Мне кажется, что к тому моменту уже Мормек сам очень сильно уже устал То есть он, вот мы видим сейчас этот момент Ну как можно сдержать такую машину на себе И он в течение всех этих раундов Мне кажется, что он вообще Говорят, что правильную тактику Мне кажется, что с Владимиром эта тактика Особенно при габаритах Мормека Не может быть правильной Когда ты идешь в ближний бой Но позволяешь вот так вот клинчевать, как это делает Владимир И когда 115 килограмм на тебе висит, оно же не просто висит Владимир прекрасно умеет пользоваться клинчем Прекрасно И уже ко второму раунду Мормек понимал, что он с трудом движется Он тяжело дышит И он просто действительно спасался все эти раунды И думаю, что так же, как и все мы, ждал, когда произойдет этот нокаут Максим, а какие-то другие пути Реально было Мормеку найти в этом поединке против Владимира? Мне кажется, изначально у Мормека не было никаких шансов Как я и предполагал, в радиусе пятого раунда все-таки завершилось Я не мог представить, за счет чего Мормек может выиграть у Владимира Кличко То есть Владимир его деклассировал полностью, начиная с первого раунда Отстоял титул и доказал то, что он является лучшим супертяжеловесом планеты И у нас готов момент, самый яркий, самый вкусный момент трансляции Это нокаут Давайте посмотрим, как все происходило Четвертый раунд И смотрим, Владимир начинает выцеливать Четкое попадание И здесь, я думаю, что после этого было понятно, что боя больше не будет Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!